Еду я сегодня на работу, сегодня у нас понедельник, не очень охота идти на работу после выходных, но что делать, такая у нас жизнь без работы как-то никак, и ради денег едешь даже на работу. Для тех, кто желает попасть к нам на ремонт, на компанию LA Service, надо проворачивать на Sandile Road, это 17-й экзит Руделл, Орегон, 17-й выход с фривея 84-го, хоть на ист, хоть на вест, одинаковый, номер на экзиту. Справа у нас маленький локальный аэропорт, вот наша улочка тупиковая, Норд-Вест, Брэшн-Циркл Роуд. Какие-то у нас тут на территории маневры. Это наш шар, мои двери самые крайние, закрыты. Это у нас пикер приехал, к этому траку я менял шварня, рессорные пальцы, много работ уже сделано, переделано. С каждым траком есть какая-то история. Так, у нас есть сегодня работа свежая, вот на этом траке мак, надо менять стартер. Сейчас мы его откроем, попытаемся завести, что у нас тут будет непонятно. Вот он мак, вот так выглядит внутри. Замочек тут очень похож на наши газоновские ключики. Опс, вот тот ключ. Зачем я тут был? Нейтраль. Ну что, старт. И не дышит. Так, будем заводить дедовским методом. Кривым стартером. Вот он двигатель. Много европейских частей. На многих деталях написано Рено. Значит, где у нас там стартер? Стартер у нас довольно-таки далеко загружен. Стоит еще заводской стартер. Фильтр топливный забит. Поднялся уровень солярки. Фильтр. Но это уже свидетельствует о замене фильтра, надо менять его. Значит так, у нас есть новый стартер, который куплен по Виннагру к траку. Который не заводится на данный момент. Вот он новый стартер. Что мы делаем? Мы вам просто показываем, какие провода можно перемкнуть, чтобы можно было завести трактор. На данном стартере стоит рельюшка. Релье стартера сверху прикручено. Стягивающий релье. Ну и сам стартер. Вот это у нас минусовая клемма. Мы ее не трогаем. Вот это у нас плюсовая клемма. Сюда идут провода от аккумулятора. Мы берем, замыкаем проводом вот этот плюсовой провод. Берем оттуда плюс. И вот здесь на стягивающий релье у нас заходит провод плюсовой. Вот его надо на тракте найти. В данный момент у нас там на тракте нет вот этой рельюшки. Значит нам надо вот эти два провода. Клюковой и тот черный, который туда идет, на стягивание. Вот этим мы сейчас будем заниматься. Вот у нас стартер. Снял я с него реле стартера. Оно нам не нужно. Вот здесь проводочек поставил на втягивающий реле. И чтобы завести тракт, вот если не работает реле, надо перемкнуть вот этот контакт плюсовой. И вот снизу здесь есть видно контакт. На машине его довольно тяжело там найти где он. Но вот эти два надо перемкнуть и оно в большинстве случаев помогает завести тракт. Реле стартера снял, потому что у нас на тракте уже оно есть. Нам дополнительное не надо. Здесь у нас стоит тепловая защита стартера. Этот стартер у нас по размерам меньше, чем тот, который стоял на двигателе. Вот этот двигатель МЭК. Вот стартер. На этом двигателе был без редуктора. Мы ставим сейчас с редуктором. Вот его водитель бил, не знаю за что, но бил, чтобы он заводился. Тут, видать, сгорели контакты и он... Короче, вот такая метода была бить его монтировкой, клепать. И он еще заводил. Но пришло время его менять. Меняем. Не так оно тут просто на этой машине меняется. Пришлось снять фильтр. Фильтр топливный, потом фильтр масляный. Короче, он там в таком месте, что его не видно. Вот он наш стартер уже там установлен. Все стоит на своих местах. Но кроме этого, у нас есть еще одна работа с этим траком. Прогорели прокладки выпускного коллектора. Вот оно тут так в этом траке находится. Двигатели. Здесь половина Рено, половина американских запчастей. Вот даже на некоторых частях можно прочитать фирму Рено. Короче, европейцы приложили руку к этому автомобилю. Он снял турбину и увидел тут такую вещь. Вот лопнула шпилька. Вот между коллектором и блоком газы начали выходить наружу. Вот снятый коллектор. Я его уже зачистил, подготовил для установки. Вот. Здесь выкрутил обломанные шпильки. Вот она такая была. А такая она должна быть. Вот. Разницу. Можно увидеть. Прогнал резьбу. Резьбу вообще все прогнал. Чтобы было четко потом. Вот сейчас. Уже можно закручивать шпильку. Для этого дела есть у нас инструмент. Вот такая специальная головочка. И закручивается. Вот. Поджали ее. Сейчас, короче, внутренний подшипник выбить и он вытащит сальник. Правда? Да. Но ты можешь повредить сепаратор. Надо вытащить сальник. Отдельно, да? Да. Отдельно его вытаскивать. Мы же подшипники не меняем. Вот так они закручиваются этим инструментом. Эти шпильки. Очень удобная вещь. Вот эти головочки. Они под каждую шпильку имеются свой размер. В труднодоступном месте можно крепить ее и ключом рожкованными. Как там уже удобно. Вот. И все. Только на месте. Сейчас мы проверим на паунды, сколько я ее туда закрутил. Хотя ее можно потом и не проверять. Она и так там будет держаться в резьбе. Все готово для установки коллектора. Прокладки новые. Шпильки закручены. Все затянуто. Вот так. На резьбовую часть надо нанести смазку. И так у нас коллектор уже установлен. Важный момент. Важный момент. Насколько правильно сидит коллектор на шпильках. Если у него нет теплового зазора, он обломит шпильки. Как и было в этот раз. У нас были обломаны шпильки ввиду того, что не было теплового зазора. Тот поставил этот коллектор до меня. Он его поставил, просто повесил на шпильки, затянул гайками и все. У нас сейчас коллектор на данном автомобиле из трех частей. Нам важно выставить каждую часть в отдельности. Чтобы было по центру шпильки. Чтобы был вокруг шпильки тепловой зазор. И тогда мы затягиваем сначала одну гайку, где у нас есть тепловой зазор. Отпускаем ту, которую гайкой притянута, где не видно какой. Проверяем там. Если надо, то подрегулируем. Обычно я это делаю конусом. Есть специально выточенный конус для этого дела. Под эту шпильку. Это у нас шпилька метрическая М12 с шагой 1.75. Вот под эту резьбу сделан конус. И он центрирует каждую часть коллектора. Я могу центрировать правильно. Компания. Компания. Уважаем. М12. Уважаем. М12. Уважаем. М12. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...